Здравствуйте друзья! Продолжаю переносить и актуализировать конфигурацию своего Home Assistant на новый сервер. Очередь дошла и до кейса отслеживающего состояние датчика на входных дверях и в случае открытия посылающего уведомления и фотографии с камер видеонаблюдения в Telegram. Итак, моя, скажем так, группировка камер, контролирующая входную дверь, состоит из двух устройств находящихся снаружи, они просматривают коридор в обе стороны, и одной камеры внутри, которая смотрит прямо на дверь. Какой тип интеграции камер использовать при этом, значения не имеет. В данном кейсе у меня две наружные камеры работают через интеграцию Reolink, а внутренняя Generic камера. Точно так же будет работать например через OnViv или RTSP потоки. Нам нужна сущность из домена камера, которая транслирует живой поток, а все варианты про которые я только что сказал, именно так и работают. Разница только в том, что в некоторых случаях есть только камера, а вот например в этой интеграции есть еще ряд дополнительных объектов, например датчик движения. Кто следит за моими обновлениями знает, что я полностью перешел на использование пакаджей, позволяющих объединять все в одном файле. Тут сделано все точно так же. Давайте начнем разбирать как это все работает. Для каждой из камер я создал функционально идентичные автоматизации, поэтому разберем только одну из них, остальные такие же. Триггером каждой из этих автоматизаций служит объект InputButton, позволяющий запустить ее как из интерфейса, так и из другой автоматизации. При необходимости сюда можно добавить и физическое действие, например нажатие на кнопку. Как создавать и использовать такие объекты, я рассказал в одном из своих блогов, ссылку на него вы найдете в описании под видео. Эта часть автоматизации в слове с сущностью Switch исключительно моя особенность конфигурации, рассчитанной на одновременную работу двух серверов умного дома, поэтому ее можно убрать. Действие этой автоматизации состоит из двух частей. Первая это вызов сервиса камера Snapshot, это съемка фотографий. В данных для его запуска указывается имя камеры и путь для сохранения отснятого файла. Далее идет пауза, необходимая для того чтобы файл изображения успел корректно сохраниться. У меня установлено 20 секунд, но на самом деле это с большим запасом. И вторая часть это отправка сохраненного изображения через телеграмм указанному пользователю или в группу. Как интегрировать телеграмм в Home Assistant, получать из него уведомления и отправлять команды, смотрите в моем уроке, ссылку я оставил в описании. Как я уже и сказал, для остальных камер сделаны точно такие же автоматизации, для чего для каждой из них я сделал свой Input Button. В принципе можно сказать, что это универсальный вариант автоматизации, которую можно вызывать в любом нужном кейсе, через использование сервиса Input Button Press. Для запуска через интерфейс, я вывел кнопку прямо в окно, в котором транслируется изображение с камеры, что согласитесь удобно. Для этого я использую стандартные карты Picture Glance. Но должен предупредить, что существует некоторый таймлак в пределах 20 секунд, между тем, что происходит в реальности и изображением в карточке. В этой части указывается имя камеры, с которой в карту будет транслироваться видеопоток. А чтобы он был не в виде статической картинки, для опции Camera View нужно включить режим Live. Эта карта выбрана мной потому, что позволяет выводить прямо на нее еще и дополнительные сущности. В данном примере это программный датчик движения с самой камеры и кнопка, которая запускает автоматизацию. Для того чтобы при нажатии, вместо окна свойств объекта запускался сервис нажатия на кнопку, его нужно указать в секции Tape Action. Проверим как работает такая автоматизация. Нажимаем на кнопку в интерфейсе. Теперь ждем отработки автоматизации, в моем примере 20 секунд. В указанном для отправки чате появляется изображение с выбранной камеры. В папке указанной для хранения файлов находятся последние, снятые с камер кадры, каждый новый будет переписывать старый. Хранить их я не вижу смысла, так как они остаются в Telegram. Теперь перейдем к реализации заданного кейса, контроля открытия двери. Конечно и тут я не могу обойтись без создания какого-нибудь шаблонного сенсора. Шаблон тут очень простой, этот сенсор по сути синхронизирует свое состояние с датчиком открытия дверей. Зачем же он нужен? А вот ответ на этот вопрос. В отличие от датчика открытия, который моментально вернется в статус закрыта, при собственно закрытии двери, шаблонный сенсор будет находиться в статусе включена еще 3 минуты. Практика показала, что нередки ситуации, особенно когда в доме есть дети, когда дверь за короткий промежуток времени открывается несколько раз. Поэтому я и придумал этот предохранитель, ограничивающий спам в Telegram. Этот кусок кода отвечает за внешний вид сенсора, на логику он не влияет. Строка девайс-класс определит как будет интерпретироваться его состояние. Далее выбор иконки в зависимости от его статуса. Этот сенсор и будет служить триггером автоматизации, соответственно чаще, чем раз в три минуты она срабатывать не сможет. Временной интервал подбирайте сообразно своим потребностям. Помним про эту часть специфика лично моей конфигурации. Как только я закончу перенос, займусь созданием зеркала, о чем также планирую снять видео. Действие тут тоже состоит из двух частей. В первой части отправляется описание, открыта входная дверь и время события. А вторая часть нажимает на три виртуальные кнопки, которые вызывают срабатывание созданных автоматизаций. Аналогично можно создать например автоматизацию, которая будет отправлять картинку по запросу боту в телеграм и так далее. Проведем тестирование. Вот созданный сенсор сейчас отключен. Теперь пойду открою дверь. Фактическое открытие можно отследить по датчику и лампочке, которая автоматически включится. Видно, что изображение в карточках запаздывает, а бывает что и подвисает, но съемка проходит в нужный момент. Telegram. Уведомление о открытии входной двери пришло в режиме онлайн фотографии, придут чуть позже. Дверь я по сути открыл и закрыл, но камеры меня сняли со всех сторон, тут все корректно. Этот кейс, который я несколько раз дорабатывал, работает у меня не один год, так что проверено на практике в течение длительного времени. Изображение можно отправлять как определенному пользователю, так и сразу в группу. У меня именно так, это удобно и несколько раз действительно выручало. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok